В Вене уже много часов продолжаются большие переговоры по ситуации в Сирии. Впервые с начала российской военной операции против террористов встретились глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Госдепартамента США Джон Керри. К переговорам присоединились их коллеги из Саудовской Аравии и Турции. Одна из главных тем инициатива Москвы о создании единой антиигиловской коалиции. Из Вены в прямом эфире Иван Трушкин. Ваня, а к этой минуте уже есть какие-то результаты переговоров? Сергей Лавров сегодня дважды выходил к журналистам. И вот ни разу за время этих коротких интервью он никак не концентрировался непосредственно на встрече тет-а-тет с Джоном Керри. Зато очень подробно рассказал уже о встрече в расширенном составе, когда к российскому министру иностранных дел, американскому госсекретарю, присоединились их коллеги из Саудовской Аравии и Турции. Очень важно, отметил Лавров, что все согласились, что ключ к решению сирийского вопроса лежит именно в политической плоскости. Вообще встречу эту российский министр назвал, я процитирую, непростой, но очень полезной. Также Лавров опроверг все возможные слухи о том, что вот эти четыре страны якобы как-то узурпировали мирный процесс и категорически больше туда никого не пускают. И уж тем более слухи о том, что договорились о сроках ухода Баши Расада. Вот все это, по словам Лаврова, лишь домыслы. Все это неправда. Есть у наших партнеров такая одержимость фигурой президента Сирии, но мы подтвердили нашу позицию. Она предельно ясно была изложена и президентом в его последних выступлениях. Если делать ставку на смену режима и особенно зацикливаться на конкретной фигуре руководителей, то мы это уже проходили и в Ираке, и в Ливии. Мы знаем, чем это кончилось и, к сожалению, даже не кончилось, а продолжается глубокий кризис в этих странах. Поэтому наша позиция заключается в очень простой формуле. Судьбу Сирии, судьбу президента Сирии, судьбу любых других личностей должен решать сам сирийский народ. Важные, наверное, неожиданные новости пришли сегодня после встречи Лаврова с его иорданским коллегой. Москва и Оман договорились координировать усилия военных в борьбе с боевиками ИГИЛ. Для этого в Омане, орданской столице, будет создана некая площадка, ну, наверное, такой координационный центр, благодаря которым военные смогут лучше понимать друг друга. Наверное, это одна из важнейших новостей сегодняшнего дня. Но программа Сергея Лаврова на этом не заканчивается. Если вот до этого момента была, так называемая, сирийская, сирийский вопрос, теперь будут обсуждать вопрос с Палестино-Израильского урегулирования. Для этого здесь в Вене встретится квартет посредников, Россия, США, ЕС и ООН. Обсуждать будут, конечно, последние события в Иерусалиме, которые многие называют террористическими атаками, а кто-то какими-то незапланированными нападениями. Но так или иначе напряженность есть, и здесь будут думать, как ее урегулировать. Ну, а вот сирийской темой, наверное, по сирийской теме, коллеги, наверное, уже не придет сегодня новостей из Вены. Иван, спасибо. Спасибо, Иван Трушкин, о насыщенных переговорах в Вене.